Побывал глава республики и на одном из кондитерских предприятий города. Михаилу Гнатьеву показали, как идет модернизация цехов. Сейчас на предприятии устанавливают современное немецкое оборудование. Модернизировать производство помогает серьезные инвестиции. Недавно на фабрике запустили в строй новую линию по выпуску суфле. Десерты уже оценили покупатели. Глава республики отметил, что именно потребители выигрывают от внедрения в процесс инновационных технологий. На предприятии увеличивают мощность, чтобы занять новые рынки. Уже половина продукции кондитерской фабрики вывозится в соседние регионы. В Чувашии стали реже совершать преступления. Правда, всего на 10%. А вот количество дел о взяточничестве выросло в разы. Следственные комитеты Чувашии подвели предварительные итоги работы за первое полугодие. Из пакета достаю четыре пачки, скрепленные. Август 2013-го задержан глава администрации Мариинско-Пасадского района Юрий Моисеев. Против него и его знакомого следственный комитет возбудил уголовное дело. Их подозревают в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Причем в особо крупном размере. На настоящее время расследуются. Расследуются сейчас очень активно. Ежедневно в Морпосад выезжает следственная оперативная группа. Глава Морпосада, вам всем, наверное, известно, был задержан при получении взятки в размере 2 миллионов рублей. Просил он взятку, значит, требовал взятку в размере 4 миллионов рублей от одного лица за помощь в покупке земельного участка на территории Морпосадского района. Случай громкий, резонансный, но не единственный уголовных дел о коррупции с начала 2013-го возбудили в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первом полугодии текущего года к нам поступило 485 сообщений о коррупционных действиях. Это на 90 больше, чем в прошлом году. Из них по 372 сообщения мы возбудили уголовные дела. В суды направлено 46 уголовных дел. Здесь необходимо отметить, что мы возбуждаем по каждому эпизоду коррупционного действия преступления. В последующем очень часто бывает, что один человек совершает несколько преступлений, понятно, эти дела потом соединяются в одно, и вот отсюда остается 46. Судя по всему, стали чаще в Чувашии не только братья давать взятки. Так, количество убийств и покушений в республике возросло более чем на 20%. Подавляющее большинство из них, 98%, раскрываются. Вероятно, такому результату способствует помощник, известный в народе как детектор лжи. Его стали активнее использовать в работе. Всего в первом полугодии проведено 107 психофизиологических исследований с применением полиграфа. Это на 15 больше, чем в первом полугодии прошлого года. Такие исследования проводились в отношении 16 подозреваемых, обвиняемых, а также трех потерпевших. Ну и 40 они у нас применяются в отношении свидетелей. Впрочем, даже самый умный прибор не заменит специалистов. А работы у них, судя по всему, хватает. За шесть месяцев сотрудники Следственного комитета завели более тысячи уголовных дел. Закончили расследовать около 700. Всего у нас следователей 70 человек работают в управлении. То есть в среднем каждым следователем суд направляется не менее двух уголовных дел. В среднем это два с половиной уголовных дела. Ну и, соответственно, параллельно еще проводятся доследственные проверки. И все же общее количество зарегистрированных преступлений уменьшилось. По данным специалистов, нарушили закон жителей республики примерно на тысячу меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.